Привет, дорогие мои друзья! Да, это я, Олеся Медведева. Да, в субботу, поскольку я подумала, что давно у нас не было выпусков на историческую тематику. И тут вспомнила, что буквально недавно в эфире бессменного телемарафона украинского в качестве объяснения, почему надо не избегать мобилизации, которые опубликовали ролик о причинах поражения УНР в войне с большевиками в 1919 году. УНР – это Украинская Народная Республика. Основная мысль, собственно говоря, которая там проводилась, что УНР погибла, потому что провалилась мобилизация. Украинцы массово пытались уклониться от службы в армии республики, а власти с принятием закона о мобилизации как-то вот долго затягивали. Ну и, конечно, соответственно, проводилась аналогия с нынешней войной, когда многие украинцы всеми возможными и даже невозможными способами уклоняются от мобилизации. А законопроект, который бы сильно все ужесточал, до сих пор не принят. Ну как, за него проголосовали в первом чтении, но еще не окончательно. И если скоро проголосуют во втором чтении, то это означает, что заработает он где-то в конце апреля, в начале мая. Ну и сюжет, собственно говоря, склоняет к выводу, что если сейчас не ускорить все с мобилизацией и если ее не ужесточить, то с независимой Украиной случится то же самое, что случилось с УНР в 1919. Она фактически прекратит свое существование. Но я вам предлагаю разобраться, действительно ли Украинская Народная Республика перестала существовать в 1919 году из-за проблем с мобилизацией. Либо же эти проблемы сами стали следствием огромного количества ошибок, которые тогда совершили руководители УНР. При ответе на этот вопрос крайне важно сразу очертить временные рамки, поскольку в истории УНР есть три разных отрезка, события которых довольно часто путают. И, кстати, в этом сюжете, который показали в эфире телемарафона, тоже как следует напутали. Там речь идет о зиме 1918-1919 годов, упомянут бой с советскими войсками под Крутами. Произошел этот бой, напомню, в январе 1918 года. Но первый период УНР, это ноябрь 1917-апрель 1918, здесь явно ни при чем. Поскольку тогда речь шла не о мобилизации, а как раз-таки о демобилизации той российской армии, которая воевала в Первой мировой войне. И после перемирия, подписанного большевиками в ноябре 1917 года, все еще формально существовало, хотя фактически уже распалось. Не имеет отношения к этому вопросу и последний период существования УНР. С декабря 1919 по ноябрь 1920, поскольку она тогда фактически уже не имела своих территорий. А значит, мобилизацию проводить было просто негде. Так что получается, что единственный период, когда вопрос о мобилизации действительно стоял, это отрезок времени с конца 1918 года по конец 1919. Период возрожденной УНР, которая пыталась на базе свергнутой гетьманской державы создать реальное государство. Да и вообще тот факт, что базой для республики, которую пытались построить Владимир Вениченко и Симон Петлюра, стала гетьманщина. Это имеет огромное значение, поскольку политика предшественников повлияла на все последующие события. Вот тут очень важно вспомнить, что такое гетьманат Петра Скоропадского. Это вассальное государство, находившееся под оккупацией немецких и австро-венгерских войск. Плюс государство правоконсервативное, поскольку гетьман в прошлом царский генерал. И представлял он интересы, так сказать, переводя на современный язык, большого бизнеса, крупной буржуазии и помещиков. И немцы именно такой власти в Украине и хотели, поскольку для них имело значение лишь два пункта. Возможность организованно собирать контрибуцию, то есть продовольствие, и спокойно вывозить ее в Германию, а также порядок на подконтрольных территориях, который необходим тоже для осуществления первого пункта. Однако, то, что нравилось немцам, не совсем пришлось по душе украинским крестьянам, которые на тот момент имели уже и землю, и свободу, и как-то не особо хотели их терять. Землю же крестьянам бывшей Российской империи формально отдали большевики своим декретам о земле. Однако, фактически, захват помещичьих земель, то есть черный передел, шел явочным порядком еще с лета 1917 года. И, по сути, ленинский декрет этот раздел просто узаконил. Так или иначе, но к весне 1918 года, когда Украину оккупировали австро-немецкие войска, у крестьян уже была та земля, которую они отобрали у помещиков, и, конечно, они ее отдавать никому не хотели. Центральная рада, которая создала УНР, свое законодательство о земле принимать не хотела, что стало для них колоссальной просто ошибкой. Кстати, это я подробно разбирала вот в этом блоге, обязательно посмотрите его. А в апреле 1918 года Скоропадский при поддержке немцев сверг Центральную Раду и вернул земельное законодательство времен империи. То есть вернул помещиков села, которые при помощи немцев не только возвращали себе разделенную крестьянами землю, но и обкладывали контрибуции тех, кто ее делил. И карали тех, кто не платил. Интересно, как могли в таком случае селяне относиться к этой власти, особенно зная, что по соседству в этой совдепии, назовем это так, раздел земли узаконили. Ответ тут очевиден. И именно летом 1918 года появились партизанские отряды, которые власти называли бандами. Это все возглавил Нестор Махно, Никифор, Григорьев и другие, которые потом сыграют в судьбе Украины важную роль. И, собственно, они ее начали играть уже тогда, поведя активную борьбу против немцев и Гетьмана. Однако те, кто готовил возрождение УНР, пока выжидали. Свергнутые лидеры Центральной Рады, правда уже без Михаила Грушевского, он на тот момент от политики решил отойти, не считали возможной открытую борьбу против Скоропадского, пока тот опирается на немцев. Но как только Германия в ноябре 1918 года проиграла Первую мировую войну, и у них там началась революция, они начали действовать, и 13 ноября этого же года они создали новый орган власти УНР – Директорию. Немецкие войска уходили, а у Гетьмана фактически войск не осталось. В попытках организовать оборону Киева от наступавших войск Директории, Скоропадский попытался опереться на русское офицерство Киева, создав из них боевые дружины. Но силы были неравны, и уже 14 декабря армия УНР взяла Киев. Эти события хорошо известны в том числе по роману Михаила Булгакова «Белая гвардия». Так и начался исторически короткий, но очень насыщенный разными событиями период УНР, когда она взяла под контроль почти всю территорию Украины в границах Российской империи, даже часть западноукраинских земель. И тогда, во второй половине декабря 1918 года, одним из пунктов повестки, так сказать, был вопрос принятия закона о мобилизации. Однако этот вопрос откладывался не из-за споров о том, как должна проходить комплектация армии, а по той причине, что директория и созданное ею правительство просто не могло определиться, какую державу, какое государство они хотят создать. И, собственно, первый вопрос, который возник, это власть, поскольку директория, которая была создана, она получилась очень левой. С другой стороны, другой она быть и не могла, поскольку противостояла право консервативному предыдущему режиму и опиралась на их противников. Главой нового органа власти стал бывший председатель правительства времен Центральной Рады, социал-демократ Владимир Вениченко, основная идея которого, по сути, состояла в том, чтобы в большинстве пунктов скопировать внутреннюю политику советской России, пойти на мир и военный союз с ней в борьбе с белогвардейцами и панской Польшей. И эти идеи на самом деле разделяли многие. Стопроцентным сторонником Вениченко выступал новый глава правительства республики, он тоже был социал-демократом, Владимир Чеховский. А некоторые украинские социалисты-революционеры, эсеры, брали еще левее, предлагая установить в Украине вообще советскую власть. И, кстати, в первый состав директории вошел еще один социал-демократ Симон Петлюра. Впрочем, его фактически отстранили от решений как внутри, так и внешнеполитических вопросов, назначив его ответственным за армию. Но здесь тоже возникли определенные проблемы. А поскольку вооруженных в силах УНР самыми боеспособными и политически активными были галецкие сечевые стрельцы, которые были настроены весьма консервативно, и их куратор гнул, так сказать, правую линию в украинской власти. К тому же Петлюра еще со времен Центральной Рады имел довольно натянутые отношения с Винниченко. И это, конечно, лишь усугубляло трение внутри власти. Однако, повторюсь, тогда в декабре первую скрипку играл именно глава директории. И всю политику определял именно он. Поэтому одним из первых решений власти стала реформа власти. На принципах, которые оказались, ну, очень схожи с большевистскими. Руководство на местах передавалось трудовым советам крестьян, а также рабочих и трудовой интеллигенции, представители которых собирают трудовой конгресс. То есть парламент республики, избирающий правительство и утверждающий директорию. Аналогия с советами здесь представлялась очевидной, особенно в ключевом вопросе. Право голоса лишались эксплуататорские классы. То есть всякие там помещики, а также духовенство и немалая часть интеллигенции. Ну и все, что тогда можно было назвать бизнесом. Разница же содержалась только в одном пункте. Если б большевики делали ставку на рабочих, то Винниченко решил делать ставку на крестьян, предоставив им равные выборные права с рабочими. 28 декабря директория сделала следующий шаг, провозгласив аграрную декларацию, которая заявила о намерении экспроприировать все государственные и церковные земли, а также крупные частные имения, чтобы разделить их между селянами. И 31 декабря представители Винниченко провели переговоры с Советской Россией о мирном договоре. И казалось бы, пути назад нет. Так называемые эксплуататорские классы очень обозлены и считают директорию вторыми большевиками. Но зато была довольно большая поддержка населения. Однако именно в этот момент во внутреннюю политику УНР вмешался внешний фактор. И Винниченко подвели те, на кого он на самом деле больше всего рассчитывал. Поражение Германии и Австро-Венгрии в Первой мировой войне стало поводом не только для директорий действовать. 13 ноября 2018 года, в тот же день, когда в Киеве создавалась новая власть УНР, большевистская Москва денонсировала Брестский мир с государствами Четверного Союза. Вслед за этим Ленин поставил вопрос и об установлении в Украине советской власти. На территории России начала формироваться украинская советская армия, которую привлекли значительное количество красноармейцев, которые родились в Украине. В частности, в ней оказалось немало представителей армии, бывшей Донецко-Криворожской республики, а возглавил ее человек-вождя Красной армии Льва Троцкого Владимир Антонов-Овсиенко, известный командованием взятия Зимнего дворца 7 ноября 2017 года. И по такому случаю убравший свой партийный псевдоним Антонов и снова ставший уроженцем Чернигова-Овсиенко. Параллельно большевики образовали советское правительство Украины, которое возглавил киевлянин Георгий Пятаков. В декабре, пока шел зондаш возможного союза РСФСР и УНР, пассивно шел процесс советизации Украины, преимущественно ограничиваясь российскими территориями, находившимися под немецкой оккупацией. Хотя часть селения Харьковской губернии тоже перешла под контроль армии Овсиенко. Но на переговорах 31 декабря большевики выставили требования о создании в Украине объединенной власти с представителей правительства Пятакова и директорией. Руководство УНР это требование отвергло, и большевики активизировались. Уже 1 января они начали в Харькове восстание под руководством полулегального совета рабочих депутатов, который в союзе с стоявшими в городе немецкими войсками, у них уже тоже образовался свой совет, вынудил украинские части покинуть город. 3 января в Харьков вошла армия Овсиенко, после чего началось ее наступление по всем направлениям. Большевистское наступление резко изменило баланс сил в украинской власти, где стремительно выросло влияние Симона Петлюры, который предложил сделать ставку на другую внешнюю силу. И эта сила уже имелась. Еще в конце ноября 1918 года в Черноморских портах начали высаживаться войска стран Антанты. Там имелись воинские контингенты нескольких государств, в том числе и таких на тот момент экзотических в военном плане, как Греция. Но основной вес имели Британия и Франция. Причем, согласно распределению ролей, оккупацию территории Украины взяли на себя французы, которые высадились в Одессе, а потом взяли под свой контроль Николаев, Херсон и Бердянск. Уже в декабре в Одессе появились эмиссары Петлюры, которые проводили зондаш на тему того, на каких условиях страны Антанты могут поддержать ОНР. И эти условия казались абсолютно неприемлемыми для той республики, которую строил Вениченко. Во-первых, совместные действия с Белой армией против большевиков под командованием союзного руководства Антанты. Во-вторых, вхождение пока только декларативное в будущее российское государство. Ну и третье, никакого социализма во внутренней политике. По понятным абсолютно причинам на первом этапе такой вариант даже не рассматривался. Но, как я уже сказала ранее, в первых числах января большевики пошли в наступление. Петлюра взял верх в украинской власти и дал понять французскому командованию, что готов пойти на уступки. Как потом писал сам Вениченко, 15 января командующий французским корпусом подписал соглашение с представителем директории, генералом Александром Грековым и представителем Деникинского правительства Юга России, которая, среди прочего, гласила, что директория Украинской республики образует коалиционное правительство, каковому и передает свои права. Украинская республика входит на федеративных началах в состав возрождающейся России. А Греков позже вспоминал, что на момент начала переговоров вообще француз принял его за представителя Деникина и не представлял, что такое Украина, так что ему, то есть Грекову, пришлось еще и сделать исторический экскурс, начиная со времен Гетманов и Петра Первого. Впрочем, французам все это не интересовало, понятное дело. К тому времени Антанта сделала ставку на создание единого правительства Юга России во главе с Деникиным. Естественно, директория такое соглашение не поддержала, однако не считаться с позиции Антанты уже не могла. И 16 января Киев объявил войну большевикам. А далее следовало разобраться с другими пунктами условий французов. Вениченко вспоминал, что следующими явными пунктами были такие требования контроль над финансами Украины, управление всеми железными дорогами, командование украинскими войсками и еще некоторые мелкие требования. И, наконец, освобождение арестованных гетманско-немецких министров. И у меня тут вопрос, друзья. Вам ничего это не напоминает? Напишите об этом в комментариях, если все-таки что-то напоминает. Ну и, конечно, не могли не задеть вопрос о земле, что тоже кое-что напоминает, согласитесь. Мы помним, что Вениченко собирал трудовой конгресс, однако первую скрипку уже играл Петлюра. И конгресс утвердил принятый правительством половинчатый, так сказать, аграрный закон, уже с внесенными требованиями французов. Казалось, подобный поворот во внешней и внутренней политике это был единственный выход для УНР. В ситуации, когда вторжение большевиков уже началось. Однако именно такое решение привело к катастрофе, которая фактически лишила республику армии. И тут давайте вспомним, что собой представляла та 100-тысячная армия, с помощью которой директория свергла гетьманат. Армией это все могло называться лишь формально. В реальности же она состояла из довольно-таки автономных боевых единиц. Одни шли за Вениченко, другие шли за Петлюрой по своим причинам. Во-первых, это корпус галецких сечевых стрельцов Евгения Коновальца. Понятное дело, что в основном он состоял из галычан. Скоропадский же недолюбливал это подразделение и распустил его. Но потом все-таки позволил Коновальцу создать отдельный отряд в районе Белой Церкви. В начале ноября 1918 года гетьман отдал сечевым стрельцам тайный приказ идти на помощь только что образованной Западноукраинской Народной Республике, которая ввела боевые действия за Львов с польскими повстанцами. Однако Коновалец отказался выполнить приказ, и его войска перешли на сторону директории, став главной силой, бравшей Киев. На момент взятия столицы они насчитывали 21 тысячу человек, однако уже через месяц сократились наполовину из-за дезертирства. Еще в состав армии и директории входил запорожский корпус Петра Болбачана. При Гетьмане они занимались охраной украино-российской границы. Но перешли на сторону директории после того, как Скоропадский назначил главкомом русского монархиста Федора Келлера. В декабре корпус насчитывал примерно 15 тысяч, но потом опять-таки из-за дезертирства и из-за потерь в боях с большевиками их осталось от силы 7 тысяч человек. Далее это была северная группа войск Владимира Аскилка, которая сформировалась на Волыне в период восстания против Скоропадского. И на тот момент насчитывала примерно 40 тысяч человек. Фактически она считалась территориальным формированием и воевала против Польши. И в остальные вопросы как-то не особо вмешивалось. Ну и это уже получается четвертое. Отряды атаманов Георгиева и Зеленого, а также их коллег поменьше. Напомню, Махно от Союза с УНР отказался. При Гетманате они вели партизанские действия и присоединились к директории для его свержения. Собственно, именно они и составляли большинство армии директории. Однако, как я уже сказала ранее, регулярными частями при этом не являлись. И большей частью это также были территориальные формирования, которых интересовало установление власти лишь в пределах собственной губернии или даже уезда. Хотя вот, кстати, Георгиев со своей 20-тысячной армией контролировал довольно большую территорию, в которую на тот момент входил и Херсон, Николаев, Очаков. И, собственно говоря, участие-то этих формирований в антигетмановском восстании состояло в том, что они взяли под контроль собственные уезды и губернии. И установили там свою власть. Подчиняясь директории на самом деле постольку-поскольку. Ибо они вроде как их социальную программу выполняли. И именно эти автономные образования и составляли большую часть территории УНР. И когда вспоминают о проекте закона о мобилизации, который обсуждался в Киеве зимой 1918-1919 годов, нужно помнить как раз-таки об этой стихийно-федеративной системе государственного управления тогдашней Украинской Народной Республики. Необходимо понимать, что система территориально-милицейских формирований сложилась уже по факту и на местах, и в каких-то дополнительных законах на тот момент не нуждалась. С другой же стороны, любая попытка провести централизованную мобилизацию для создания унитарной армии потерпела бы крах, поскольку атаманы на местах не дали бы этому случиться. Так что на самом деле совершенно не важно, приняли бы тогда закон о мобилизации или нет, он бы все равно остался просто декларативным. И настраивал бы регионы против центра. Впрочем, повод для регионального, так сказать, бунта все равно нашелся. Пока директория проводила, так сказать, левую линию или левую политику в Венеченко, атаманы были лояльными. Но как только директория дала крен вправо, все развалилось. Петлюра и его сторонники считали, что полубольшевизм – это тактическое средство для достижения договора с Москвой. Но они не понимали, что именно на нем и держалась вся их власть в стране. Где многомиллионные массы интересовала не столько национальная форма, сколько социальное содержание. Позже Венеченко вспоминал, коновалицы Петлюра издали приказ об украинизации вывесок. В три дня сменить все надписи на вывесках на украинские, иначе наказание. Не в три дня, правда, а в несколько недель вывески были украинизированы. И надо было посмотреть на атамана С. Петлюру, как он самодовольно ездил по улицам и радовался украинским надписям над магазинами. Для атаманской, а особенно петлюровской психики этого было достаточно, чтобы была показная декоративная сторона. Что там было внутри, в магазинах, домах, в душах – это атаманщину не интересовало. Для нее вывеска – самое главное. Между тем, восстание против директории все более и более развертывалось. Первым взбунтовался атаман Зеленый, уроженец Триполья Даниил Терпила. Ну, как видим, оказался не таким уж Терпила. Он контролировал территорию своей малой родины, то есть часть Киевской губернии. Он принимал участие во взятии столицы 14 декабря, однако уже 6 января 1919 года вступил в открытый конфликт с Петлюрой и распустил свою 3000 дивизию. Более того, спустя всего несколько дней, когда стало понятно, что полякам, согласно договору с французами, остаются их имени, атаман Зеленый снова собрал свою дивизию, но уже при этом выступил с ней против ОНР. Ну и, наконец, 8 февраля Зеленый уже предложил свое сотрудничество советскому правительству Украины. Оно, правда, продолжалось всего полтора месяца, но суть не в этом. Далее уже настала очередь атамана Григорьева. Он был уроженцем Подольской губернии. По убеждениям был левый эсер боротьбист. Контролируя весь юг правобережья, он не особо переживал, какие там в Киеве принимаются законы, потому что знал, что на месте будут выполняться только его законы. Более того, Григорьев хотел расширить свою территорию и потому предлагал директории объявить войну иностранным интервентам и освободить Одессу, что, кстати, соответствовало планам Вениченко. Однако январская вот эта линия Петлюры поставила для него все с ног на голову. Подписанное 15 января вот это соглашение предусматривало не только подчинение всей, так сказать, армии УНР, руководству Антанты, но и требование разблокировать район вокруг Одессы и отойти подальше. И директория согласилась отдать эти земли. Не сложно догадаться, что Георгиеву это не понравилось, потому что он считал эти земли своими. И уже 25 января атаман принял решение порвать с директории, а спустя 4 дня объявил ей войну. А 1 февраля вообще начал переговоры с большевиками. Таким образом, УНР не только потеряла южные территории, но получила еще один фронт, на котором у нее не было войск. Точнее, они были, но теперь они воевали уже против директории. Имея перед собой открытое пространство, Георгиев со своими войсками, которые сократились уже до 5000, поскольку большое количество людей просто не захотело покидать свои земли, всего за две недели без боя взял Елисаветград, который сейчас Кропивницкий, также Никополь и Кривой Рог, соединившись на востоке уже с армиями Овсиенко. Вот так вот, буквально за один месяц, за январь, УНР потеряла все Левобережье и почти весь юг. Да еще и получила у себя в тылу партизанскую войну во главе с атаманом Зеленым. Армия тем временем сократилась до 21 тысячи человек. Командовали Коновалец и Болбачан. Не считая северной группы войска Скилка, потому что, как я уже сказала, они воевали только с поляками, остальное их не интересовало. Но даже эта, так сказать, армия была неоднородной, поскольку Болбачан, который вел бои с большевиками на востоке, был под довольно сильным влиянием правого националиста Николая Михновского. И с этих позициях он также, по сути, находился в оппозиции к директории. В середине января он покинул свой штаб после потери Харькова и Полтавы. А штаб этот располагался в Кременчуге и отправился в Киев. И там на трудовом конгрессе предложил создать военную диктатуру во главе с тремя диктаторами. Петлюрой, Коновальцем, ну и себя любимого тоже не забыл. Зачем эта скромность? Однако теперь уже испугался Петлюра, увидев в этом аналогию с Корниловским мятежом августа 1917 года. И 22 января, накануне открытия Конгресса, и в день празднования ЗЛУКы, УНР и ЗУНР, кандидата, так сказать, в диктаторы арестовали, формально обвинив в беспричинной сдаче Харькова и Полтавы намерений перейти на сторону белых и казнократстве. И Балбачан летом 1919 года будет расстрелян в согласии Петлюра. Поскольку было понятно, что каких-то конкретных оснований под этими обвинениями не было, несмотря на это, запорожцы Балбачана не подняли бунта против директории. Однако их моральное состояние было соответствующим. Это, конечно, не могло не сказаться на ситуации на фронте. 22 января большевистские отряды взяли Нежин с севера, а 24 января взяли с востока Бровары. В начале февраля начались бои за столицу УНР, и буквально 3 числа директория, правительство и военное руководство, так сказать, передислоцировались в Винницу. А 5-го 6 февраля без боя в Киев вошли Щорс и Баженко со своими полками. Понятное дело, назревала катастрофа, и украинская власть снова обратилась за помощью к французам, которые тогда все еще находились в Одессе. Однако они выставили такие условия. Выход всех социалистов из правительства. Создание 300-тысячной украинской армии, чтобы контролировали, конечно, французы. Контроль над экономикой и многое другое. Поначалу директория согласилась на часть условий. В связи с этим, поскольку был социал-демократом, в отставку ушел Винниченко. За ним спустя несколько дней глава правительства. Руководителем главой УНР стал Петлюра. И, кстати, его отставки французы тоже требовали, но он отказался уходить. Вместо этого он просто решил выйти из социал-демократической партии. Ну, чтобы ничего социального при нем не осталось. Но потом, когда он наконец-то пришел уже к власти, о чем он так долго мечтал, он тоже посчитал условия французов как-то вот чрезмерными. Сказал, что, знаете, это вмешательство во внутренние дела, во внутреннюю политику. Так нельзя. Тем более, что Антанта все равно не успела оказать УНР какую-то серьезную помощь. Уже в конце февраля, а теперь уже Красная бригада Георгиева начала наступление на французские и греческие войска. Их выбили сначала с Херсона, потом из Николаева. Бердянск заняли союзные большевикам войска Махно. Ну, в общем, и все. Ну и параллельно происходило поражение Украинской Народной Республики. В течение марта она потеряла все свои территории, пожалуй, кроме Волыни. А к середине апреля уже и ее не было. Осталась лишь маленькая узкая полоска земли у реки Сбруч. И именно тогда родилось легендарное выражение «У вагони директория, пидвагоном территория». И, собственно, этому можно ставить точку в вопросе о мобилизации. Поскольку мобилизацию нельзя проводить, если у тебя нет территорий. Но, кстати, это не означает, что мобилизация не проводилась. Ее в Украине на самом деле проводили все. И УНР, и белые, и большевики. И все вот как-то, знаете, без особого успеха. Но в один момент фортуна, так сказать, повернулась лицом к Петлюре. Поскольку с апреля по июнь 1919 года произошло сразу несколько важных событий, которые прям коренным образом изменили ситуацию в Украине. Во-первых, белая армия начала наступление на красных через Донбасс. Во-вторых, атаман Григорьев и Махно на этот раз взбунтовались против большевиков. В-третьих, ЗУНР потерпела поражение поляков, и ее армия перешла с Бруч. Благодаря всем этим событиям уже в июне армия УНР начала контрнаступление. Которое в начале августа с присоединением галецких частей приобрело масштаб крупной операции. И завершилось это все вхождением в Киев 30 августа. Все летние месяцы Петлюра пытался пополнить свою армию мобилизованными, без каких-либо там законов. И даже имел частично в этом успех. Однако, уже 31 августа белые выбили украинские подразделения из Киева. И началось их быстрое отступление, по мере которого войска УНР просто буквально разбегались. Уже буквально к 1 ноября их остатки остались зажаты в Подольском треугольнике смерти. Между белыми, поляками и возобновившими свое наступление красными. Именно в этот момент галецкая армия, считавшая своими врагами только поляков, перешла на сторону Деникина. Правда, спустя несколько месяцев она, конечно, перейдет еще и на сторону большевиков. Но это уже эпизод разборок между красными и белыми. К УНР это не имеет отношения. А часть атаманов Петлюры перешли на сторону большевиков. Сам же главный атаман с частью войск ушел на территорию Польши. А еще одна часть армии УНР перешла к партизанским действиям, начав зимний поход. И, кстати, этот поход наделал шороху в тылу и у большевиков, и у деникинцев. 5000 солдат под руководством Михаила Емельяновича Павленко прошли 2500 километров в нынешних Житомирской, Киевской, Черкасской, Кировоградской, Николаевской, Одесской и Винницкой областях, проведя, кстати, около 50 успешных боев. Однако он не отменял того, что УНР больше не имела своей постоянной территории. Еще один шанс УНР получила в 1920 году, когда польский лидер Йозеф Пилсудский подписал соглашение с Петлюрой, по которому, кстати, западная часть Украины отходила Польше, но то не суть. И, в общем, эти войска двинулись на большевиков. Но, как мы понимаем, о полноценной независимой Украинской республике здесь речи, конечно, уже не шло. Поскольку на правобережье власть контролировали поляки, а на левый берег они не совались, они туда не наступали. Поскольку Пилсудский считал, что оно мне не надо, зачем, а у Петлюра не было сил. Как результат, контрнаступление красных почти до Варшавы, после этого снова наступление поляков. А потом, как мы помним, большевики подписали с Польшей мир, разделив Украину. И больше шансов изменить ситуацию в свою пользу у УНР уже не было. С тех пор, уже больше столетия, задается вопрос, почему УНР потерпела крах и была ли возможность победить. Об этом, на самом деле, написано много самими участниками событий. В частности, Владимиром Вениченко, который опубликовал книгу под названием «Возрождение нации». Кстати, Вениченко среди всех вождей УНР выглядит Алексеем Арестовичем столетней давности, который высказывал довольно эпатажные вещи. Ну вот, например, любезно выгибаясь, перед ними заглядывая им в глаза и жадно ждали, когда они нам повесят на шею ошейник и поведут на цепочке за собой, как своих союзников, как признанную украинскую державу. Они надеялись, что мы дадим им пушечного мяса, которым они могли бы кормить своего ненасытного бога империализма. Такие заявления Вениченко сегодня явно не в тренде, пусть даже речь идет о тогдашних западных союзниках, а не о нынешних, но суть та же. Но главной причиной поражения УНР сам Вениченко видел отказ от решения социальных вопросов населения и, в первую очередь, вопроса земельного. И тут снова, как и при Центральной Раде, всю вину мы сваливали на русских большевиков. Они дешли на Украину со своими войсками и били нас, писал Вениченко. И снова нужно искренне и откровенно сказать, что если бы против нас не было восстания нашего собственного крестьянства и рабочего, то российское советское правительство не смогло бы ничего сделать против нас. И снова, как и тогда, небольшевистские агитаторы разлагали наши республиканские войска, которые так геройски сражались с гетманцами и немцами, а мы сами, наша Балбачановщина, Петлюровщина, Коновальщина. То есть, друзья мои, получается, что, как и сейчас, так и тогда была борьба за власть, и видна разлагающая составляющая националистских правых идей, что повлекло за собой печальные последствия для УНР. И, кстати, земельный вопрос во время гражданской войны на развалинах Российской империи погубил не только УНР, но и всех, на самом деле, противников большевиков. И, в первую очередь, белое движение об этом, опять-таки, был отдельный, очень длинный выпуск. Тут тоже стоит сказать, что большевиков крестьянство-то, даже несмотря на декрет о земле, тоже не особо любило. Из-за того, что они практиковали продразверстку и многие другие вещи, которые, конечно, людям не нравились. Однако, в данном случае парадокс истории заключается в том, что никто людям не предложил адекватное решение земельного вопроса. Признать захваты помещичьих земель крестьянами и сделать понятное и, опять-таки, адекватное налогообложение. Но до этого додумался только генерал Врангель в 1920 году. Но к тому времени белые контролировали лишь небольшой уже участок земли. Поэтому многие крестьяне в большевиках просто видели меньшее зло. А население на местах, на самом деле, больше всего поддерживали своих атаманов, которые, как я уже говорила, сыграли не последнюю роль в падении УНР. Атаманы-то уже после победы Совета в гражданской войне продолжили борьбу с ними. И, кстати, не только в Украине. Наиболее мощное крестьянское восстание против большевиков произошло в Тамбовской губернии, при подавлении которого Красная Армия использовала химическое оружие. Но силы были уже неравны и большевики били атаманов поодиночке. Хотя под давлением этих восстаний советская власть была вынуждена скорректировать свою политику. Военный коммунизм был отменен. На замену ему сделали НЭП. Когда продразверстку заменили продналогом и понемногу как-то бунты крестьян сошли на нет. Вторая главная причина, которая привела УНР к краху, это слабость государственного аппарата. Руководство республики постоянно занималось какой-то межусобной борьбой, какими-то интригами, реализацией своих амбиций. И, по сути, эти люди так и не смогли ничего создать. Республика не смогла создать регулярную армию с централизованным командованием. Попав в зависимость от отдельных отрядов и командиров, которые сами себе решали, какие приказы руководства УНР выполнять, а какие нет. И, возвращаясь к мобилизации, именно эти две причины. Первая – потеря социальной базы, нерешение земельного вопроса и слабость государственного аппарата и привели к тому, что солдат просто не смогли набрать. Но стоит отметить, что проблемы с мобилизацией во время той войны были у всех сторон. Основная масса народа не хотела идти воевать ни за красных, ни за белых, ни за УНР. Но большевики, которые, в отличие от белых и УНР, смогли создать какой-никакой, но государственный аппарат, а также контролировали густонаселенные области, центральной России, в вопросах мобилизации преуспели больше своих противников, что, в свою очередь, обеспечило им постоянное численное преимущество на фронте и, в конечном счете, стало одним из главных факторов их победы в войне. В сюжете вот этого телемарафона о мобилизации проводилась мысль о том, что если бы украинские селя не знали, что их ждет при Советском Союзе, то они бы мобилизовывались и шли воевать с большевиками. Однако суть и вопрос в том, что в истории это так никогда не работает. Люди не обладают способностью заглядывать в будущее. Ну, если только это какие-то там расклады карт Таро. Это я шучу. Люди же реагируют только на то, что происходит здесь и сейчас. Что вот именно здесь и именно сейчас делает та или иная власть? И потому выигрыши в основном оказывается та сила, которая учитывает настроение народных масс. И наиболее эффективно и умело с этими настроениями работает. В 1917 году народ требовал мира, то есть выхода из Первой мировой войны и земли. Но тогдашние правители на это решили забить. Это проигнорировали, чем, собственно говоря, и воспользовались большевики. Вот такая информация к вашему размышлению, дорогие мои друзья. Что вы думаете по тому или иному поводу? Правые или левые? Или ни то, ни другое? Ваше мнение пишите в комментариях. Совсем скоро снова увидимся. Приятных, по возможности, выходных. Пока-пока. Субтитры создавал DimaTorzok